Добрый день, меня зовут Вячеслав Крюков, фирма Оптозапчасти. На этом видео я покажу вам, как выглядят оригинальные запчасти для поршневой камен 6L ASLE. Итак, сейчас я переключу видео, мы все посмотрим более детально. Итак, вот я приготовил запчасти на данном столе. Любой человек, который сталкивается с тем, что ему предстоит купить поршневую, задается вопросом, где взять оригинальные запчасти. И вот на рынке ситуация такая, что очень тяжело найти коробочную версию данной поршневой. И по сути приходится покупать запчасти по отдельности. Гильзы, поршни, кольца поршневые, пальцы поршня, кольца стопорные, кольца под гильзы. Буквально каждая запчасть может быть поддельной. То есть здесь нужно очень быть внимательным и понимать, как вообще различать оригинал и как различать аналог. Или какую-то копию под оригинал. Давайте посмотрим детально. Вот начнем с крупных запчастей, это с гильз получается. Вот в оригинале гильза всегда идет вот такого вида. То есть это вот такая упаковка, если по отдельности берем упаковка с маркировками Cummins. Всегда вот такая лейблочка есть у оригинальной гильзы. Вот так она выглядит. Оригинальная гильза, она светлая, не выкрашенная. Здесь, в принципе, если посмотреть, то есть немножко отличия. Здесь светлый металлик, а здесь более темный. Темный металлик, если по цвету смотреть. И всегда на оригинальной гильзе есть вот такой QR-код. Само слово Cummins на гильзе не пишется на оригинальной. Вы его нигде ни сверху не найдете, вот здесь. Ни на торце. Вот рядышком я поставил гильзу Huatai, которая по качеству считается абсолютно идентичной оригинальной гильзе. Кстати, я ее сверил по весу, специально взвесил на кухонных весах, вот у нас здесь есть. И получилось, что весят они абсолютно одинаковые. Вот грамм в грамм, вы не поверите. Вот здесь вот видно, я сейчас наведу. 4 килограмма 69 грамм и 4 килограмма 69 грамм. Отличий никаких, просто выкрашено здесь, например, более темным цветом. Здесь вот такого плана. Далее. Поршни. Некоторые клиенты могут подумать, что в оригинале на двигатель Cummins идет поршень Cummins с маркировками Cummins. Сразу говорю, ничего подобного. Вот упаковка сразу по упаковке. Оригинальная упаковка у дистрибьютора Cummins в России выглядит именно вот так. Вот такой вкладыш и вот такая наклейка с голограммой. Вот так вот. Номер, который на данный двигатель, номер поршня, это 530-2254. Это текущий номер, под которым вы можете купить данный поршень у официала дистрибьютора. По факту, если мы сейчас будем смотреть более детально, еще раз показываю, вот так это выглядит. Cummins нигде не написано. И внутри, если мы будем смотреть внутри, там виден логотип Bohai. Вот я его специально показываю, как он выглядит. Bohai. Также на поршне есть маркировки краской. Вот видно. Это оригинальная продукция. Но поршень при этом в оригинале не Cummins идет. Bohai. Также на рынке можно найти упаковки под Cummins. Вот, например, такого плана можно найти. То есть это копия под Cummins, но не является оригинальной продукцией. Но это не значит, что запчасть, которая лежит в данной коробке, будет плохого качества. Вот все точно так же. Такой же поршень. Также все маркировки Bohai на нем есть. Вон там вот видно этот логотипчик Bohai внизу. Вот при определенном... Под определенным углом это видно. Вот маркировочка красочкой. Видна так же. То есть поршень в любом случае абсолютно оригинальный. Просто в упаковке, которая является копией под Cummins. Вот другая упаковочка. Такой же номер нанесен. Тоже копия под Cummins. При этом здесь уже поршень. Внутри маркировочка Dongfeng. Вон там видно ее маркировочку эту. Вот я специально навел. Dongfeng. То есть это не Bohai производитель, а Dongfeng. Но положено в упаковочку Cummins. Далее. На автобусах этот же самый поршень с этим номером, который мы говорили. 530-2254. Он может иметь маркировку 499-58-45. На деле все тот же Bohai внутри лежит. Здесь на поршне нет маркировок, как вот на коробочке. Но эта маркировка характерна для производителя Bohai. Когда именно у Bohai покупаешь на заводе, то обычно он и не маркирует каталожным номером, который присущ для Cummins. То есть это будет выглядеть примерно вот так, непонятный номер, но внутри все тот же Bohai. Вот здесь это видно. Вот их логотип. Вот его видно абсолютно точно. Также маркировка краской вот здесь с внутренней стороны камеры сгорания. То есть тоже оригинальная продукция. Весит практически так же, как и оригинальный поршень. Кстати, мы по весам не прошлись. Вот этот поршень у нас вес был первый, который по списку 1562 грамма. Самый, что не есть, оригинальный, который был в оригинальной упаковке 1565 грамм. Данный поршень, где Дун Фэнк в итоге было 1514 грамм. И вот этот, который часто на автобусах встречается с этой маркировкой, у него вес 1565 грамм. То есть такой же, как у оригинала вот на данной упаковке. Так, теперь переходим к поршням, которые встречаются в аналоге. Это поршень Хуатай. Вот я его поставил. Здесь в данном случае маркировка 526-76-32. Это он же 498-79-14 по классификации Cummins. Это одинаковые номера абсолютно. Данный номер соответствует проточке. Вот поршню с одной проточкой, вот как здесь. Это с одной проточкой поршень. Далее. Криотековский поршень. Криотековский поршень имеет такую маркировку. 498-79-14-А. По сути, это перепакованный мале. На самом деле, раньше у Криотека можно было встретить прям слово мале внутри поршня. Сейчас они не заморачиваются, полностью, скажем так, перепаковывают изделие. То есть под ключ. Невозможно найти слово мале. Но если вы возьмете в руки поршень мале, вы поймете, что это он же. То есть это поршень Криотек и поршень мале одно изделие. Выглядят абсолютно идентично. Просто здесь убраны маркировки мале с поршня. Но это все тот же поршень мале. Здесь просто на видео, к сожалению, его нет, чтобы вам показать. Но вы можете мне верить. И поршень Лео. Поршень Лео. Он идет на рынке с двумя проточками. Вот здесь видно две проточки. Вот его вес, кстати. 1492 грамма. У поршень мале 1494 грамма. И еще раз. Хуатай. 1472 грамма. Далее. На рынке могут встречаться подделки. Под бухай. То есть даже бухай умудряются подделывать. Вот в данном случае этот поршень. Визуально это мог быть бухай. Но грубо исполнено очень. Вот мы внутри здесь посмотрели. Вот эти отверстия, под масляные каналы, очень грубо исполнены. Там видно прям, как металл очень плохо обработан. Также на маркировке бухай нанесены не на характерных местах. И нет маркировки краской, которая характерна обычно для поршней бухай. И весит этот поршень тоже подозрительно мало. То есть 1407 грамм. Вот мы здесь подписали. Это намного меньше, чем в целом в среднем весит поршень у Cummins. То есть скорее всего это подделка. Вот такое тоже можно встретить. Поэтому немножко научитесь различать то, что вас ждет на рынке. Далее. Когда я на днях снимал подобное видео, то что сегодня я снимаю. Клиенты сказали, а где разборный поршень, который зачастую тоже встречается на этих двигателях. Объясняю. Разборный поршень. Вот он, разборный поршень. Специально его для этого видео подготовил. Вот его номер. Разборный поршень. У него кстати вес 2161 грамм. Они встречаются на рынке, но старый запас. Сейчас Cummins не производит эти поршня. И они не являются оригиналом. То есть у Cummins нету в оригинале этих поршней. И их просто быть не может на рынке. Все, кто держат по остатку эти поршни, это просто какой-то старый завоз. Причем это аналог. То есть это не оригинальная продукция. Ну, соответственно, не особо, чтобы и качественная. Поэтому, если вам вдруг повезло, и у вас есть приятный опыт, что это хороший поршень, то вы можете, в принципе, дальше так считать. Уже давно в оригинале идут цельные поршня, как вот здесь, видите, их очень много разновидностей, да, но по сути все одно и то же. Ну, все ставят цельные поршня и ездят, если это оригинал. Если вы считаете, что у вас, в принципе, вот этот поршень, он ходит по 500 тысяч километров и не ломается, можете поставить его. Он является чугунным поршнем, поэтому вот это днище поршня чугунное. Поэтому он весит, собственно, настолько больше, почти на 500-600 грамм больше весит, чем стандартные цельные поршни. И вот у нас еще были такие поршни цельные, но с бронзовой втулкой. Они уже тоже вышли из оборота, их можно встретить на рынке. И некоторые клиенты их спрашивают. То есть, например, если один поршень вышел из строя, они хотят его поменять. Но лучше, когда уже доходит речь до ремонта, то лучше поменять полностью все шесть поршней и поставить не с бронзовой втулкой. Не с бронзовой втулкой, как вот здесь, под палец поршня. Потому что эти втулки считаются, что выхаживают 100 тысяч километров у них ресурс. Поэтому, собственно, Каминс их в свое время убрал с конвейера, чтобы не ставить на свои двигатели. Далее. Кольца под гильзы на самом деле тоже бывают и оригинал, и не оригинал. Вот здесь визуально я просто покажу быстренько. Вот справа более блестящее кольцо, более черное. Это аналог. Он весит 4 грамма. Если даже по весу сравнивать, я их взвешивал. Он весит 4 грамма, бывает 3 грамма. А оригинал весит 5 грамм. Вот такое более матовое. Оно более, чуть-чуть слегка более толстое. И оно в оригинале не тянется. А то, которое резиновое, дешевое, аналоговое, вот это вот справа, его легко растянуть, оно тянется, ну, достаточно неплохо тянется. Так можете, собственно, и различать, какое вам кольцо положили в итоге. Далее. Палец поршня. Палец поршня всегда у Cummins выглядит только так. Я специально вам показываю маркировки, чтобы вы могли запомнить потом, в случае, если будете от кого-то сличать, то есть, хорошие вам запчасти пришли или нет, то смотрите, что если палец вот не такой, то есть, вот здесь должен быть обязательно номер сначала такого плана идет, потом каталожный номер, и потом порядковый номер вот в виде чисел. Здесь, в данном случае, из этой партии вот так числа нанесены, здесь нанесены таким образом. Они разные. Вот здесь, где номер партии, разные. Это с разных коробочек вытащил, чтобы было понимание. То есть, вот так выглядит оригинал пальца. Далее. Кольца поршневые. Кольца поршневые в оригинале всегда идут в продажу у Cummins в отдельных упаковочках каждое кольцо. И в этих же упаковочках может лежать по три кольца. По три кольца. То есть, если таким образом, то это оригинальная продукция. Если вы видите упаковочку вот такого плана, D-Kek, например, да, и все в одну упаковку сложено, весь комплект колец из 18 штук в одной упаковке, это подделки. Знаете это. Никак там не может лежать оригинал. У Cummins никогда не было такого, что они паковали комплект колец на двигатель в одну упаковку. Это исключено. Всегда. Либо вот по одному колечку, как здесь вот, в каждой упаковке. То есть, в итоге, если вы покупаете у дистрибьютора в России, то это будет 18 вот таких коробок. Или 6 коробок по три кольца. И только так. То есть, у Cummins это 18 коробочек. У D-Kek, это подразделение Cummins Китая, идет по три кольца в одну коробку. Так. Далее, по кольцам еще хотел немножечко затронуть. Кольца в оригинале вы можете рассматривать как Cummins, да? Но можете и рассматривать Криотек. Это будут точно качественные кольца. Вот здесь на упаковочке видно Криотековские кольца. Хватай себя. Не зарекомендовали кольца. Их многие, ну, не очень хвалят. Говорят, что в итоге недолго ходит поршневая. Поэтому вам и не предлагаю их. И бывают на рынке Мале. Вот в таких, такие маркировочки. Клевит. Это для грузовой техники. Запчасти для грузовой техники. Их подразделение делает. Вот, например, может быть, вы найдете поршень Мале. Может быть, найдете кольца поршневые. У них, кстати, тоже колечки упакованы по три кольца. То есть, да, вы можете такое найти. Но Мале, как, кстати, и бренд АТГ, который тоже считается очень хорошим, вы можете встретить крайне редко. И это будет очень дорогая. Очень дорогая поршневая, если вы будете покупать поршневую АТГ или Мале. Поэтому смысла большого нет. Смысл есть просто разбираться в том, что вы знаете, где взять оригинал Cummins. И вы берете именно оригинал. Я вам показал, как выглядят оригинальные запчасти. Теперь вы будете разбираться на 100% и не сможете дать себя обмануть. Все, до встречи на новых видео. Увидимся.